Существует множество интеллектуальных стратегий, инструментов для принятия решений, создания чего-то нового. Латеральное мышление Дебано, Трис, Альшулера и так далее. Существует множество таких всяких разных инструментов. Но я такой, как это сказать, очень чувствительный. И меня начинает в разных технологиях что-то дико смущать. И я начинаю думать, что бы сделать такое, чтобы через это дело перепрыгнуть и создать инструмент, который мне будет комфортен, который я могу транслировать и который, я уверен, что работает. И вот один из таких инструментов получил такое немножко художественное название «Векторное кольцо». Хотя на самом деле, его можно было бы назвать по-разному. Я где-то написал в книге, по-моему, как раз по технологии «Векторного кольца для бизнеса». Она называется «Стратегическое мышление в бизнесе». Я там написал, что это, ну, короче говоря, это Тор. Геометрическое. Но сейчас я вам не про это. Не буду вас пугать страшным делом. Вот представьте, человечество всё, всем своим, значит, вот, как бы сказать, массой своей воспринимает мир несколькими способами. Значит, эти способы обусловлены нашими базовыми инстинктами, с одной стороны, нашими вот этими глубинными потребностями фактическими, биологическими, которые в процессе нашего взросления тренируются, значит, на разных средах. Ну, вот безопасность, например, потребность безопасности биологически супер важная. Ну, вот как у ребёнка тренируется безопасность? Ну, мама ему рассказывает, что она его отдаст дяденьке милиционеру, что руку её заживёт экскалатор, что если, значит, он будет дёргаться, то он, значит, сейчас где-то упадёт и так далее, и так далее. То есть создают какие-то страхи-перестрахи и учат предсказывать будущее. Значит, это вот, собственно говоря, стратегия безопасности, которая, с другой стороны, безопасность в природе, она должна компенсироваться интересом, любопытством. И это создаёт определённую такую историю, когда вот эта наша проявляющаяся потребность, она вот одевается в эти социальные, как бы социокультурные рамки, надевается на неё вот эти страхи, опасения, предсказания будущего, развитие событий. С другой стороны, наше любопытство направляется в определённые сферы. Кому-то становятся интересны области знаков, знаковых отношений, кому-то образов и так далее. И вот всё это развивается. Есть у нас социальная потребность. У ребёнка очень сильная социальная потребность. Он постоянно хочет с вами коммуницировать. Если вы его, значит, оставляете одного, вот, то, значит, ему дискомфортно. Если, конечно, у него нет каких-то отклонений, дети очень хотят, аутистического спектра, дети очень хотят коммуницировать друг с другом постоянно, сидят друг у друга на головах с родителями, играют в игры бесконечные, иерархические. И тренируются вот это желание власти, желание, как бы, доминировать. С другой стороны, потребность в том, чтобы кто-то пришёл, защитил, там, и так далее. Социальная потребность. Вот, и в разных культурах она по-разному развивается. Возьмите её в Китае, возьмите и там, в Японии, и возьмите в каком-нибудь Соединённых Штатах, в Европе или в России. Вот, и третья потребность сексуальная. Это потребность, ну, животные не знают ничего про сексуальность и про детей. Вот, они движимы чистым инстинктом. Они не знают, что то, что они делают, приведёт к продолжению рода. У них нету такой инструкции, пойди, сделай детей. А не хочешь ли ты, милая птичка, завести совместное гнёздышко и отложить там общие яички. Вот, такой идеи нет у животных. Вот, они просто движимы гормональным фоном, который вынуждает самцов, как правило, конкурировать за внимание самок. То есть, производить впечатления на них, обоёвывать всеми возможными средствами, хоть правлениями и хвостами, хоть, значит, там, какими-то крупностью своей, там, сражениями олени и рога. Вот это всё. Значит, и, соответственно, в нашем обществе по-другому. Да, вот, как мы производим впечатления на других людей, как мы прихорашиваемся на других людей, вот, как мы, как бы, хотим, чтобы они восхищались тем, что мы делаем, например, и так далее. То есть, вот, эти глубинные потребности поднимаются, в культуре они, вот, как-то оседают. И с учётом того, что у разных людей чуть-чуть разные, как бы, преобладания тех или иных потребностей, ну, потому что рост разный, вес разный, цвет волос разный, там, и так далее, мы похожи, так, в целом, но разные, то формируются три таких типа. В одном случае специфическое такое значение, что и преобладательность тем безопасности, в другом – социальный, в третьем – половой. И теперь представьте, что вот человек, который больше за безопасность и любопытство, больше за социальность власти, подчинение, больше за восхищение или желание восхищаться чем-то там и так далее, как они смотрят на мир? Они смотрят на мир по-разному. То есть, их мир становится разным. И в результате мы производим людей трёх разных зрений, оптик, способов думать. И вот я назвал эти способы думать конструкторские, центристские и рефлекторские радикалы. Значит, вот этот, конечно, у каждого есть всё, но есть люди, у которых очень сильно выражен какой-то из радикалов, что превращает их в конструкторов, центристов или в рефлекторов в таком чистом виде. И вот если мы их проанализируем и проведём с ними исследование, я сейчас говорю в сослагательном наклонении, но оно было проведено, то мы увидим, что даже анализируя один и тот же визуальный ролик, который мы демонстрировали в рамках эксперимента, представители разных типов замечают совершенно разные характеристики. Эти конструкторы видят логические несоответствия, центристы смотрят, в каких отношениях стоят друг с другом люди и в чём там сложность этих отношений. Рефлекторы видят, насколько всё там образно, какие там, значит, чувственные, что их тронуло, что не тронуло и так далее. И вот если собрать эти три типа, мы получим вообще целостное восприятие реальности человечеству. То есть мы получим максимально объёмное представление о мире, о ситуации, о проблеме. И вот технология векторного кольца – это технология, которая объединяет все ключевые вот эти стратегии, потому что в рамках каждой из них, и центристской, и конструкторской, и рефлекторской, есть свои, как бы сказать, особенности и нюансы, что позволяет нам научиться собирать максимально полный объём знаний о ситуации и увидеть, как то, что подмечено одним из типов, может быть переиспользовано другим из типов. Как можно, так сказать, сделать из этого не просто, как бы сказать, набор разных фактов, а как превращать это действительно в такой пор, понимаете? Превращать это в сложную фигуру взаимодействующих друг с другом вопросов. Что сущность этого, того, чего мы изучаем? Что происходит на самом деле? Как это что реализуется? Каковы причинно-следственные связи? Каковы структурные закономерности и так далее? И зачем, собственно говоря, это нечто существует? В чём его, так сказать, ценность? И вот технология векторного кольца, она оказывается невероятно полезна для людей, которые хотят реально бежать в три раза быстрее, чем даже очень талантливые бегуны. Но про бег я здесь понимаю, конечно, не спортивный бег, а бег достижения результата, получения искомого и так далее. По сути дела, это основа стратегического мышления, потому что сведённые вместе три типа, они дают внутреннюю динамику, которая позволяет двигаться и достигать результатов. Про какую бы область знаний мы не говорили, про какую бы деятельность мы не говорили, про какую бы систему отношений мы не говорили. Поэтому мне казалось очень важным сделать такой курс не только для бизнеса, но прежде всего для людей, которые хотят вообще всю свою жизнь не спотыкаться о непонятное, а иметь возможность это непонятное, встроить в систему и получить максимальный результат. Такое вот векторное кольцо. Продолжение следует...